Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Хастл Кастл. Так, что у нас тут с яблоками, как обычно, 140 тысяч. Малая, ребята, 10 миллионов, предел. Как говорится, в деньгах у меня больше копиться, к сожалению, не будет. Также у меня предел идет по дереву, но со сталью, как обычно, проблема. Так, что у нас тут за бронька? На 69 уровень, синяя, да еще и на мага. Ай, 69 уровень, елки ты палки. Это, по-моему, самое низшее, что могло только у меня сделаться. Поэтому мы долго раздумывать не будем и бахаем ее, естественно, на синий кристалл. И у меня уже 10 синих, я могу заказать одну фиолетовую шмотку. Ну а какую мы с вами уже подумаем над этим попозже? Наверное, это будет колечко или ожерелка. Потому что это единственные предметы, которых у меня нету фиолетовыми. Кроме, по-моему, одной жерелочки. Ну что же, ребята, давайте продолжим с вами проходить, допроходить, точнее, портал. Совсем немножко осталось дойти до моего предела. Насколько я помню, он был у меня 60. Конечно же, мне хотелось бы прорваться чуть-чуть подальше, но я думаю, что вряд ли у меня что получится. Так как по мощам я не особо сильно вырос. Так, некроман, давай падай, надоел ты, он живет. Выделываться. Так, и сейчас у нас будет боссик этого уровня. И кто это у нас? Ай, мимики. Это, в принципе, ерунда все. Хотя, смотрите, уже разбирают у меня потихоньку мой отряд. Не зная, что у меня не так все идет. Вроде бы все должно быть на мази. Фиг с ним. Можно, в принципе, взять одного воина. Я для этого не разбираю свой фиолетовый меч. Хотя он уже по уровню довольно-таки слабый. Но, как говорится, мало ли пригодится. Ну что, даже собрать нам здесь нечего. Поэтому можно смело идти дальше. Так, у нас здесь чавк, 55 уровень. А вот на 56, наверное, начнутся небольшие заморочки. Так, ну что, вы отхилились? Ну, почти. Чуть-чуть осталось. Так, может быть, сейчас мы с вами, кстати, и поменяем. Да, сделаем его воякой. Жалко, конечно, что у меня нет ожерельев и колец именно для воина. Они есть, но на одном воине они уже стоят. Поэтому для второго, как говорится, нет. Только лишь маги. Так, здесь у нас маг 82 уровня. Ну что ж, давайте наденем тогда вот эту вот броню ему. А посох у него на воскрешение. Так, хотелось бы, конечно, надеть фиолетовый. В мощах бы мы сразу подросли. Да. Попробуем так. По крайней мере, у меня есть свитки на воскрешение. Да, я думаю, что мы с ними справимся. Так, и... Да, меняем тогда, получается, вот эту вот броню. Ну и все. Можно отправляться дальше в портал. У меня, получается, два воина. И три мага. Один рыбалечик. Давайте рвать. Это у нас 55 уровень. Главный босс здесь Чавк. Ну, мы его должны заколбасить. Если я не ошибаюсь, он здесь особо сильно не замораживает. Не помню, если честно. Сейчас проверим. Так, этих всех мы уложим. Предпоследняя волна у нас здесь. Два мимика, два гоблина. Смотрите-ка, а мага все-таки мне положили. Ну, вот и Чавк. О, да он вообще здесь в ато. 192 темные души мы уже получаем. И практически все воины мои целенькие. Можно даже отправиться сразу же сюда. В бой, как говорится. В бой идут одни старики. Ну что, хламоны. Рады меня видеть. И я вас рад. Так, следующая партия у нас тут. Все, полегла. Так, голем. Одиночка. Что-то выделается, выделается. А, смотри-ка, он вырастает у нас. Так, ну это лопушки. И вот у нас очередной некромант. А, он здесь еще со скелетом. Так, заморозочку. Ой-ой-ой-ой, это что такое? Не понял я, ребята, как это... Как такое могло получиться? Да ладно, завязывайте. Что за фигня? Такого быть не может. Просто-напросто. Я же знаю прекрасно, что этого некроманта валил с полтычка. Да, что это он тут раздухарился так? Хм, странно, да? Вроде по мощам я стал больше, а лег, как будто я вата. Где-то продинамил я вспышку. Так, у нас яблок... Яблок позволяет, поэтому я сейчас ему обязательно отомщу. Давайте-ка вот так поставим. Без посоха воскрешения. Как-то немножко сложновато. Так, ну что, у нас получается воскрешение, подхил и два боевых мага. Плюс арбалетчик и воин. Да, я думаю, нам нужно именно таким отрядиком его проходить. Три часа. Три с половиной часа еще будет. Колечко там делаться или ожерелье. Опять же, не помню уже. Так, а здесь... Ну, здесь, в принципе, все нормально. Это у нас боевик. Боевой маг. У меня два боевых мага. Кстати, одному пора бы уже, наверное, заменять посох. Уж больно он устарел. Так, давайте-ка в бой. Я думаю, что пока мы сейчас дойдем, особо здесь не растратимся. Ой, единственное, что я, конечно, забыл взять с собой магию. Да, как-то я так лопухнулся-то. У меня всего одна заморозка. Плюс воскрешалка, агрессия и призыв союзника. Здорово просто. У меня еще и вояка мой упал. Не айс это все дело, ребят. Ну и хочу также вам напомнить, что яблок у меня осталось. Точнее, уже не осталось. Я их спустил весь вот на этот бой. Это решающий бой у нас, ребят. Что-то я не могу понять. Но... Что и требовалось доказать. Почему в тот раз не получилось, я не понимаю. Неужели так один маг может повлиять на исход боя? Так, забираем сундучки с вами. Все, яблок нет, ребята. Давайте вскрывать. И, наверное, мы закруглимся. Продолжим уже, как говорится, в следующей серии. Давайте-ка еще с вами глянем, на чем мы там остановились. 56 уровень вроде бы мы прошли, да? На 57. И как раз у нас здесь будет сундучок. Ладно, ребята, встретимся чуть-чуть попозже. Так что не расходимся. Ну что, ребята, продолжаем с вами проходить хастл-кастл. Это у нас идет продолжение. Так, что у нас? Ну, как видите, с яблоками все у нас сегодня хорошо. Так что можем даже немножечко, наверное, с вами по-пвпшиться и посмотреть, докуда я все-таки возьму свой портал. Тут у нас даже закончилась постройка. Магическая комната полностью у нас улучшена. Это хорошо. Это очень замечательно. Поэтому давайте ребят своих будем раскидывать оттуда. Нечего им там просто так сидеть, как говорится, без дела. Так, отлично. Ух ты, а здесь что у нас? На 77 уровень колечко. Надо, кстати, его сейчас обязательно посмотреть. Но что-то мне подсказывает, что опять оно какое-то никчемное и никуда нам не пригодится. Где оно? Так, на крит и у ворот. Это, кстати, очень хорошо для моего лучника должно быть, по идее. Давайте-ка мы посмотрим. А у меня стоит на урон и на крит. Ну-ка наденем. Ого. А почему я так... Блин, на 400 я теряю в мощах, если я его надеваю. Хотя, не знаю, ребят. Ну, по идее, да? Лучнику самое то. На крит и у ворот. Зачем ему на урон? Если я не ошибаюсь, на урон идет у нас для вояк. Хрен узнает. Может быть, я, конечно, заблуждаюсь. Вы напишите мне в комментариях, кто что думает по этому поводу. Но мне кажется, что крит и у ворот самое то для даггерщика и арбалетчика. Так, забираем, ребят, подарки ваши. Спасибо вам, кто присылает. Так, и... А, нет, у меня уже все отправлено. Я и забыл. Идем дальше проходить портал. Там осталось, в принципе, не так уж. И долго до моего, как говорится, уровня. Поехали. Заодно получим сейчас синий сундучок. Тут големы. Какой-то там магистр Питкин. Гунька стоит. Так, здесь у нас каменные големы. Ну, в принципе, вот насчет тяжев я люблю. Когда идут танки. Но на 60 уровне там вот этот маг. Он вызывает танков. Почему-то они меня там очень и очень быстро убивают. Я не могу понять причины. В общем, вы сейчас сами посмотрите. Ну, если я его, конечно, сам не пройду. И мне скажете, в чем тут проблема. Может быть, я что-то неправильно делаю. Так, а вот этот вот чавк уже посложнее, ребята, у нас. Потому что он замораживает и станет. Ну, я должен, должен его пройти. Ёлки-палки. Ага, завалили все-таки. Молодцы. Так, и синий сундук у нас в кармане. Давайте-ка мы сейчас, наверное, ребята, глянем, что у нас там будет. Ну, почему-то мне кажется, что ничего хорошего. Мне слишком часто что-то все кажется. А нет, смотрите-ка. Броня и магическая броня. Синяя. Синий амулет у нас, короче. Ну, это хорошо против каких-нибудь магов. Ладно, пока мы, наверное, его оставим, да? Не будем разбирать. Хотя очень хочется, но вдруг пригодится. Это если только воину. Потому что он у нас будет и в броне, и еще магическая броня в плюсе. Так, хоть заказывай кольцо. Так, ребята, у нас тут вторжение. Но мы пока не будем на них отвлекаться. Нам нужна сталь. И поэтому будем сейчас с вами фармить по чуть-чуть. ПВПшиться, как говорится. И забирать железо. Нам осталось тут всего ничего. 2 миллиона 718 тысяч. Я думаю, если вот такие ребята нам будут попадаться. Да-да-да, именно такие. То мы, в принципе, за 5 боев, за 6 с вами насобираем нужную сумму ресурсов. Так, давай-давай-давай-давай. Ага, отлично. Они упали практически без повреждений. Соточка стали у нас в кармане. Итого у нас уже 2800. Отлично. Так, давайте следующий смотреть. Ох, вот шикарно было бы, если бы он был слабенький еще. О-о-о. Да это просто подарок судьбы какой-то. Фу, я уж боялся. А вдруг он в игре. И я не смогу на него напасть. Но, как видите, все получилось. Так-так-так, они упали. Здесь, естественно, мы тоже разбираем. Главное пробить танков. Как только мы их пробиваем, маги и лучники на заднем плане падают автоматически. Так, и у нас очень большое сокращение идет, ребята. Три лямзика. Это буквально... Сейчас мы глянем с вами и скажу вам точно. Что у нас? Ага. Вот. Еще 150 тысяч. Ну, из расчета того, что у нас уже 17 тысяч есть, получается 133 тысячи. Давайте тогда кого-нибудь сейчас с вами найдем. Ну-ка, сколько? 360. Блин, ребята, наверное, придется что-то мне завершать. За кристаллы. А здесь... Ну, здесь дофига, наверное, да? Потребует он. 507. Это очень много для меня. Если тратить кристаллов, у меня столько и нет, во-первых. Так, ладно, ищем тогда. Граф тут... БГГ. Бугага. Во, нормально. Почти соточка. Но... По мощам он, конечно, силен. Плюс у него еще, елки-палки, легендарные шмотки. Боюсь, я тут с ним не справлюсь. Все-таки большой-большой перевес между фиолом и легендаркой. Я уже это проверял. Так, а вот здесь... Ну, в принципе, один вояка в легенде. Черт его знает. Ладно, пока не будем трогать. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Здесь у нас один, только это Нехачух. Ну-ка, Нехачух. Блин, 491 тысяча. Да что ж такое-то? Блин, мне осталось-то всего ничего. Неужели опять я буду в пролете? Можешь попробовать его, а? Этого Нехачуха. Давай. О-о-о-о, нету. Хотя у него... Обычный работяга здесь стоит. Ты... Черт его знает. Блин, ну вы посмотрите, а. Легендарное кольцо. Легендарная броня. Ножи легендарные. Угу. Офигеть. И, кстати, почему-то у него по мощам не особо-то сильно отличается от меня. Ну, на 40 тысяч. Причем у него 3 или 4 легендарки. Ладно, ребят, давайте посмотрим. У-у-у-у. У него тут и пропасть раскачана. И этот кракен полностью. Нет, здесь я проиграл. Но, тем не менее, я хотя бы проверил, попытался. Причем, смотрите, вояка довольно мягкотелый. Если бы его там... Ну, да. Если бы не этот кракен, который меня станет. И прокачанная пропасть. То, возможно, бы мы его наказали. Но это, опять же, возможно. Тут неизвестно, как бы все обернулось. Так, что у нас тут? Каспер прилетел. Так, меня все это отвлекает. Ребят, у меня гном этот есть. Да, гоблин, который собирает ресурсы. А я по старой своей привычке все делаю вручную. Выискиваю, где бы чего можно подсобирать. Так, ладно, давайте тогда с вами найдем кого-нибудь более-менее такого приемлемого. Ну, это вообще никуда не годится. Тут тоже мы в пролете. Так, вот здесь вот можно глянуть. А, граф, мы это все видели. Ник. Угу, 73 тысячи. А тут сколько? 33. Ну, если предположим даже, что мы их двоих заварганим, да, это будет 100 тысяч. Тут 32. Ну, так, 25. О, 220. Ну, я думаю, что это сейчас будет здесь Бизон. И мне с ним не справиться. 498. Да, мы смотрели его, он в легендарке, поэтому трогать нет смысла. Ну, рода, давайте сменим. Так, получается, что у нас здесь? Наверное, опять какой-нибудь. А, нет, 355 тысяч мощей. Вот его-то как раз и можно разобрать, ребят. Хотя не у Кракен. Не особо прокачанный, но тем не менее. Оу-оу-оу-оу. Вояк упал. Так, давай-давай-давай-давай, добиваем. Отлично, ребят. Все. Мы накопили нужную нам сумму. Постали. Остается только определиться с тем, что мы будем с вами заказывать. И все-таки я думаю, что это будет у нас броня. Тут один день, один час. Нам нужно как-то с вами ускорить. Просит 359 кристаллов. Естественно, мы соглашаемся с вами. Получаем зеленую фуфловую броню. И улучшаем. 7 дней и 12 часов. Да, оно того стоит. И у нас будут предметы от 79 уровня минимально до 100. Все. Теперь нам только остается ждать. И из учет того, что у меня там стоят людишки, 5 дней будет делаться. Ух. Ну все. Можно дальше, в принципе, идти в портал. И доходить до моего 60 уровня. И смотреть, сможем ли мы пройти с вами дальше. Так. Приготавливаем запасочку. Теперь можно уже тратить ману спокойно. Хотя у меня ее мало. Так, все. Ну что же, в бой. В очередной бой. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Ладно, мы сейчас с вами попробуем все-таки еще сделать одну заходочку, но я сделаю себе мечника Попробуем, может быть вдруг получится, я не знаю Просто они пробивают моих танков, он там вызывает их, вызывает до бесконечности Если кто его прошел, этого охламона, подскажите, может быть все-таки мне не хватает мощей пробиться Или может быть надо использовать какую-то быстрее магию, я же видели, бросаю заморозку, потом там на ускорение Мне кажется, наверное, что-то я неправильно делаю Не может быть он таким вот сложным, хотя он по мощам слабее меня Но тем не менее, как видите, раздавливает Так, ну что, сейчас мы немножечко с вами подхилимся, чтобы идти туда с полным здоровьем Хотя, в принципе, мы пока до него дойдем, я думаю, восстановим как раз силенки Но пока соберем здесь настроение наше, улыбочки Так, древесинку Да, теперь можно копить заново ресурсы Так, и нам нужно, ой, как я посмотрю тут на эти суп, 5 миллионов древесины 3 миллиона стали 7,5 миллионов в деньгах Офигеть, я как представлю опять это все копить Блин, меня аж передергивает Но деваться некуда, будем копить, будем стараться Сейчас у меня, что, 2,5 миллиона денег Так, ладно, ребят, погнали, короче, мы валить этого козлодоя По крайней мере, попытаемся Ой, с манной-то у меня вообще кисляк полнейший Ну-ка, все, больше ничего не могу сделать Как говорится, вторая у нас попыточка Так, ну что, энте, охламоны, идите сюда В принципе, доходим мы до него вообще без проблем До этого босса А вот сам он уже, да, конечно, дает нам шороху Именно своим призыванием Я просто не успеваю, как бы, расправиться с первой волной Как он уже вторую, а потом третью И она меня расплющивает Ну, посмотрим, как сейчас у нас здесь пойдут дела Единственное, да, что у меня вояка этот ватный, второй Вот он, ну-ка Блин, я не понимаю Ну, ну, посмотрите, а Ну, что происходит Он волну за волной отправляет Ну, как тут справиться Ну, жесть какая-то, а Вот, практически всех разбиваешь Он опять вызывает И опять, и опять И просто мы не успеваем их разбить Меня аж прям это бесит Чувырла хренов, а Поэтому, ребята, если кто его прошел из моих зрителей То, пожалуйста, отпишите мне в комментариях Как его проще и лучше убить Чтобы я уже в следующей серии мог пройти дальше Ну, и, естественно, ребятам показать, что там вообще происходит Так, ну что, немножечко мы подхилимся Давайте мы обратно вернем к себе нашего мага Ну, что это, да, маг? Ну, посох 66-й, да, я не спорю, фиолетовый Но уже устарел, как я не знаю что Надо будет заказывать мне, наверное, фиолетовый магический посох Да, как раз у меня есть 10 кристаллов Почему бы и нет? Хотя и колечки, блин, тоже нужны с ожерельями Блин, все надо Но ресурсов маловато Сами прекрасно понимаете Кристаллы просто так на дороге не валяются Ну что же Чем можно заняться? Яблоко у нас, ребята, тю-тю Все, мы ничего не сможем сейчас с вами сделать Мы можем с вами уйти на рекламную паузу И увидеться, наверное, немножечко попозже А я пока пройду, наверное, следующую серию И потом мы с вами объединимся Так что далеко не уходите Опять, ребята, это запоздавшая запись Елки-палки, я все никак не могу привыкнуть Что у меня есть кнопочка, которая делает паузу и отпускает Поэтому начал откуда-то, непонятно откуда В общем, ребята, в этой серии мы, наверное, сегодня пойдем Проходить основную сюжетную линию Мы давно ее не трогали Я надеюсь, что моих мощей хватит Пройти этого аргониса, на котором я встрял И довольно долго к нему не возвращался Но сегодня пора, наверное, нам что-то менять Так, давайте, наверное, с вторжения начнем Побыстренько мы их здесь расклепаем Яблок у нас хорошо, что много Позволяет, так сказать, это все дело сделать Все, эти хламоны ложатся Я даже на них не смотрю Ну сколько сейчас? За минутки три, я думаю, мы по-быстренькому А нет, с яблоками у нас не так уж хорошо, как я думал Что-то я попутал слегка Ладно, ребят, давайте делать себе воина Так, надеваем броню, доспехи Так, и колечко, колечко Я думаю, что от этого кольца, наверное, будет толку больше На крит и у ворот все-таки Так, берем ресурсы И все, можно, в принципе, отправляться смело На основную сюжетную линию Здесь нам больше брать, по-моему, нечего Да, все уже собрал у меня этот А нет, не успел, гоблинок Ать, хей Хитрожопый Так, у нас свободно здесь Может поставить что-нибудь на крафт Нет, не будем Мы все-таки хотели с вами Синие кристаллы приберечь для чего-нибудь другого Даже для того же самого посоха фиолетового нового Так что идем с вами уже На основную сюжетку Вот, дыхание бездны Вот он, Аргонис И сейчас нам надо его заколбасить Во что бы то ни стало С магией, конечно, опять же проблема Ну ладно, возьмем, что есть пока у нас Заморозка мне, думаю, здесь пригодится Короче, там у нас идет Аргонис И сзади его прикрывают два голема Аргониса-то я Роняю сразу же практически А вот големы меня раньше, по крайней мере, добивали Будем сейчас смотреть, как у нас тут все это дело пойдет Не буду я ускоряться, ребята Пойдем на медленном Чтобы я мог все это просматривать И если что, использовать магию Так, 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 ну давай, давай, Аргонис Все, он упал Теперь вот големы Вот эти вот хламоны Они постоянно меня Слушайте, ну сейчас как-то мы прошли Довольно легко Я даже не почувствовал, что он такой сильный Брат, почему тебе самому было не заняться этими выскочками? Лучше признайся, что не мог победить Из нас двоих ты всегда был трусом Как всегда хотел решить свои проблемы за счет родственников В общем, у них свои недоладки Да к черту все это Все равно я ничего бы не получил Даже если бы победил Ты ведь обманул бы меня, братец Мудрец говорит Чему нас учат поражение? Для мудреца поражение это лишь ответ А что для вас поражение, друзья? Так, повелитель написал в личку Дональд Наша армия не знает поражения Пора бы тебе это усвоить, старик Сидит в тылу и рассуждает Это точно Так, давайте вскрывать с вами сундук О, синяя шмотка мне досталась На 75 уровень Так, разобрать Кстати, давайте посмотрим У воина у меня, у второго Какая там броня стоит Если мощнее, тогда бабахнем Так, на 84 уровень О, конечно, разбиваем, ребят Даже не задумываясь Ну что же, наверное, можно, в принципе Попробовать с вами дальше У нас среди чудовищ Называется миссия Два голема, два некроманта Думаю, что с ними мы Справимся легко Вот с магией, конечно, у меня Большие проблемы И манны нету, чтобы я мог заказать Ладно Давайте смотреть Не буду ускоряться Будем с вами проходить намедлено Да вы посмотрите, как Они легко роняют моих бойцов Так, отлично Уронили мы Ну, осталось только разобраться С этими охламонами Ну, хорошо, хоть вояков стал Ну, здесь победа за нами Отлично Среди чудовищ пройдено Но там еще Интересно, сколько мы сможем пройти, а? С яблоками, ребята, проблема опять, а? Ну, как всегда Вот что-нибудь да помешает Вроде все Настроишься, наладишься И на тебе, блин Какая-нибудь фигня Все испортит 53 тысячи Ну, куда это годится? Это буквально, наверное, один бой Я надеюсь, вообще нам хватит Что-то сделать Два сундучка Давайте глянем, что нам достанется Из них Хлам, как обычно Его разбираем А с этого Кольцо Ладно, пускай оно пока лежит Мало ли, оно нам пригодится Так, вояка мой Пока отхиливается Мы, ребята, это Дело Переждем сейчас Блин, мне вот хочется Поставить кольцо Даже пускай зеленое Ну, чтобы оно Крафтилось Так Путь Без возврата И опять же У нас здесь Три голема И один Некромант Раз в некоторое время Перекачивает здоровье Противника себе То бишь он Типа Вампирика Маг из царства льда Непременно задаст вам жару В бою с таким противником Ваша жизнь Вам не принадлежит Самое интересное, что да Маг льда Но жару он нам задаст Ну что ж Давайте, наверное, будем С вами потихонечку Туда перебираться И смотреть Так все Отхилились они у меня Можно смело идти Погнали, короче, ребят Путь без возврата 376 тысяч мощей У нашего противника Если судить по мощам Мы должны их просто Разобрать Просто на ура Куда они поперли Ну куда вот они прут Какого лешего Они идут на магов, а Ёлки-палки Так, хорошо Ресельщик сработал Умничка просто Так Ага, смотрите, как интересно, да Я замораживаю его Он замораживает меня Ну ладно Слушайте, ну здесь Победа за нами Здесь остался только Лишь Некромант И мы его побеждаем В принципе Путь без возврата Пройден нами Но это еще не все Хотя, может быть Да-да, ребята Этого я и боялся У нас всего Десять тысяч яблок Нам не хватит С вами на бой Так, сердце дерева На пятнадцатый уровень Для моих плотников Слушайте, давайте-ка Глянем Синие, как говорится Колечки и амулетики Очень редко падают Так, давайте-ка Где оно у нас здесь Найдем Ага, вот оно Новое Тристо восемь Че-то слабенькое Как-то А здесь И этому оно Слабовато Блин, я-то думал Что оно синее Думаю, будет Мощное А оно какое-то ватное У меня вон Обычная зелень Намного лучше Поэтому, ребята Разбираем его Ну и на этой ноте Я, наверное, буду Завершать свой выпуск Как говорится Всем спасибо за просмотр И мы обязательно С вами увидимся В следующей серии А от вас Я жду комментарий По поводу портала Как лучше пройти Этого хламона Который вызывает Все время танков И не дает мне Просто пробиться К нему В общем Всем пока И до новых Скорых видосиков Так что Будьте всегда на чеку Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok